Беру карандаш, что это вот на каляку и в принципе, что получается. Посмотреть на картину, тот же мультфильм, ту же игру. Мультфильма не будет. Лень уже играть, создавать надо, хочу. Морноторист — необычный и фэнтезийный мир. Здесь каждый живет сам за себя. Вам придется разгадать тайну мира. Что произошло, кто вы, откуда пришли и почему существуете. При этом сразить всех на своем пути. Но мир рушится и вам предстоит выяснить, что происходит. Исследовать мир, узнать все секреты. Непростую задачу поставил для геймеров Никита Откалюк. 17-летний парень из Тирасполя создал игру «Вечный страж», где главный герой по имени Расти идет к своей цели и постоянно перерождается. Герой, ну это как бы есть тот цикл. Он не то чтобы хорош, он сам по себе такой не очень. Главный герой? Да. Я не люблю счастливый конец. Главная задача, что в игре и вообще в любом фильме — передать историю. Эмоций у него нет, он как бездушная машина, идет к своей цели, которую он ничего не знает вообще, что он, кого он делал, вечный страж. То есть, ну, как, не знаю, как вечно, так как какой-то цикл тут происходит, чего-то. Ну, я не помню уже, надо спрашивать у самого себя. В этой попытке вы играете за того же героя. Но есть одна проблема. Вроде бы вы уже это делали, но суть не в этом. Главный герой — это абсолютно пустой вариант спасти мир или нет. Вообще сподвигло создать игру. Я очень люблю платформеры. Это как вот вид со стороны, там... Не 3D, а пространство, а 2D, вот плоское такое. Вот мне очень понравилась такая мрачная игра, которая не особо всем зашла. Она там «Головоломки». Не особо любят люди «Головоломки», а я люблю «Головоломки». Дальше игра от российских разработчиков, тоже «Головоломки». Такая кинематографическая сублюструм. Я вообще в нее играл в детстве, в 2008 году. Потом забыл благополучно про нее на лет 10, а потом снова нашел. Героев Никита рисовал тоже сам. Окончил художественную школу. Зарисовки для игры брал из старых тетрадей и альбомов. Беру карандаш, что это вот на каляку, и в принципе, что получается. Скетчбук полностью изрисован, тут не только рисование, но и математика, русский со школы. То есть, получается, у тебя во всех тетрадях какие-то рисунки? Тут их просто тьма, я уже забыл, сколько. У меня еще дома там куча всяких. То есть, допустим, открываешь тетрадь по математике, ну вот что творится в тетрадях у творческих людей. Ну, а как иначе, как? Интересные персонажи, то есть, если выглядываться в каждую деталь, здесь как будто бы какие-то еще головы. А если еще всмотреться, здесь и можно туловище увидеть. Мне хочется взять вот дерево и сделать его как-то интереснее. Мы с учителем разговаривали, он такой, ну, знаешь, вот, все-таки можешь, как раз, или брать любой предмет, искривлять его, делать вообще вот, совмещать две несовместимые вещи. Здесь вообще вон, крутосамы. Персонажей, карту прохождения и задачи все рисовал вручную. Родители ругали о том, что я четыре дня не спал, сидел вот это вот, потом, когда увидел, что у меня персонаж двигается, я такой, ура! Проект вот этот вот переделываю уже четвертый раз. С самого начала. А что тебе не нравится? Как выглядит там герой? Герой вообще перерисовывался это раз в семь. Сколько уровней там? Там одна большая карта, по которой ты ходишь и исследуешь. На пути главного героя встречаются и другие персонажи. Это торговка. Она поможет вам в начале вашего пути, продаст вам какую-нибудь полезную ерунду. Глубоко в коралловом подземелье есть торговец с раздвоением личности. В буквальном смысле. Один из них продает полезные вещи, а другой — бесполезный, но ценный хлам. Не доверяя никому, кроме меня, у меня лучший выбор товаров. Посмотри на меня, я тебе не угрожаю, я миролюбив. Мне не нравятся те, кто не может купить у меня мой товар. Это необычные часы, и это влияет на цену. Сидел у часов пять и думал, как бы это все сделать интереснее. Ну, смотрел, не знаю, в стену и просто такой... Вот есть такая вот веточка, например, с таким-то сюжетом надо ее вот так вот раскрыть. Вот они, те самые гении, которые просто смотрят в стену и придумывают вот такие вот шедевры. Ну, я не знаю, какую стену надо иметь, чтобы придумывать... Бетонную. Бетонную, имейте в виду. Идея пришла примерно зимой, когда я делал мультфильм вообще изначально. Ты еще и мультфильмы создаешь. Я создавал. Ну, была идея, тоже была команда из трех человек. Но я сижу, смотрю там буквально видео, и там натыкаюсь на такой ролик, называется «На что способен Unreal Engine 5?». Это такой движок для окраски создания игр. Я сначала не понял, а потом понял. Потом как? Понял и создал игру. На папин старенький такой вот компьютер. Устанавливаю его, потом вижу ошибку, что ничего не получилось. Немножко был огорчен, потом смотрел альтернативы. Типа вообще. И потом нашел вот такой движок, как Unity и Godot. У меня потом... Это приложение какое-то? Это, да, приложение. Я читаю вот описание игры, и здесь написано «Игру разрабатывают целеустремленные люди». Здесь прорисованы пять человек. Продюсер здесь есть, директор, программист и тому подобное. Оказывается, это ты. Все ты. У меня нет никакого-то раздвоения личности. Я сейчас вообще учусь на программиста. Но я не должен был быть программистом, потому что я не хотел влазить в эту всю кодовую систему. Я хотел быть чисто художником. Когда выйдет эта игра? Зависит от, во-первых, моей хотелки. Несколько деталей, и совсем скоро вечный страж оживет. И геймеры со всего мира смогут сыграть в игру приднестровского разработчика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok